Всем привет! Это Саша и Ксюша. Сегодня мы будем готовить булочки с корицей на завтрак. По английскому рецепту специальному. Прежде всего мы сделаем тесто. Для этого нам понадобится молоко, сахар, мука, вода, масло 55 грамм. Кто перечисляет? Говори название, я говорю сколько? Яйцо. Два больших яйца. И соль. Половина чайной ложечки. И дрожжи. И дрожжа. Соединяем столовую чайную и ножницы. Так, мы соединяем воду, столовую ложку дрожжей. Все, 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 все. Вау, прикольно. Я буду перемешивать. И столовую ложку сахара. Так, помешай это все венчиком. Я это сейчас все. Накрываем пищевой пленкой и отставляем в сторону. Булочки мы делаем первый раз по этому рецепту, поэтому посмотрим получится у нас или нет. Ты бери маленькую кастрюлю, включая газ небольшой. Выливай туда молочко и масло и растапливай. Так. Только выливай аккуратно, чтобы не забрызгать. Хорошо. Молоко выливаем. И масло. Накрываем все пищевой пленкой и отставляем в сторону. Растапливаем. 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 Растапливаем маслице в молоке. Получается хорошо. Смешиваем соль. Одну вторую. Одну вторую. Ну что, я это возьму? Ложки. Примерно вот столько. Дрожжи. Как раз. И что? Растопилось? Нет. Так раз так. Почти растопилось. Похоже на желто-белую. Перемешиваем. Растапливаем. Оно масло почти растопилось, а другое растапливается. Отставляем в сторону, и если растопилось, то выключаем. Не, не растопилось, еще немножко. Далее. Добавляешь яйцо и сахар? Яйцо, сахар, и ты сейчас будешь взбивать это дело. Ура! Разбиваем два яичка. Ну там, мам, быстрее просто. Еще немножко и все. Добавляем сахар. И нам все. Выключай, вставляем в газу. Тут очень много сахара. Перемешиваем сахар с яйцом. Чатик. Давай я начну, а ты потом. Я, 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 мама, я. Можно я? Можно я? Можно, 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 можно. Давай взбивай хорошенечко. Из краев вот так сахар убирай. Ну, чтоб быстрее дело шлок. Слушай, она еще должна постоять два часа. Мама, мама, мама. Простите. Так, вливай сюда. Давай, мешай. Я сейчас буду перемешать. Мы соединили вместе сахар с яйцом и масло с молоком. Ну, как-то так не перемешаем. Всем понятно? Всем понятно. Так, далее кто-то может делать тесто вручную. Нам нужно соединить муку, яично-масляную смесь и дольше. Яично-масляную. Но я думаю, что мы лучше это будем делать в комбайне, потому что ну так легче. Это будет дольше. Это будет быстрее. Джель нас храпит. Джель – это наше самое хорошее. Попаем половинку муки в чашу для комбайна. Мама, можно всю? Нет, всю не надо. Сначала половину, потом вторую. А-а-а-а. Давай дрожжевую смесь. Вау! Шатаем наше хорошее. Теперь добавляем яично-масляную смесь. Яично-масляно-сахарную смесь. И продолжаем размешивание. Ой. Теперь Ксения добавляет оставшуюся муку. Заливаем. Да, я мою буду сказать. Заливай. Вливай. Вливай. До конца там все вылилось. Не надо. Вот здесь. Вот смотрите как. Вау! Блин. И немножечко... Нет, оно включено в сторону. Чуть-чуть. Вау! Как быстро. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так. Смешали наше тесто в комбайне. Сейчас мы его достанем и положим его в миску, предварительно смазав ее маслом. Оно там лежало. Смазываю всю мисочку маслицем. Я рук ей смазываю. Протираю мукой, чтобы не было легче тесто. В смысле? Отрежь кусок и руками возьми и намажь, Ксюша. Мы же повара. Мы все делаем руками. Что? Я бы предпочитала линку. Давай смазывай. Смазывай днище. Днище? Все-все смазывай. Прям густо. Густо смазывай маслицем и стенки. Вот так вот. Молодец. Еще-еще. Мама, я знаю. Давай. И еще вот нижнее днище. Мама, это смешно. Ты нищая. Ты нищая. Ты нищая. Все. Пошел. И ставим наше тесто на 2 часа в теплое место, накрыв его пищевой пленкой. Где же такое теплое место мы найдем? Ну, где у кого где? У кого батареи, у кого теплый пол, у кого собака. Смотри. Так, друзья, наше тесто поднялось. И пролежало 2 часа. Пролежало 2 часа. Сейчас мы его выложим на стол, раскатаем. Ксюша будет смазывать его маслом сверху. Потом смешаем корицу с сахаром и посыпем. И будем разрезать очень интересным способом с помощью зубной нити. Да. Так звучит безумно, но так указано в рецепте. Зубная нить. Она у нас на счастье оказалась. Так, немножечко муки. Вот капельку. Идеально вот столько. Ну, мы на глазок делаем. Все. Ну, не все, а мы точно следуем рецепту в книге. Ну, да. Далее. Ой, достань мне скалку, пожалуйста. Скалка. Скалка лежит. Здесь, да? В там? Да. Вот скалка я буду. Нет, ты будешь масло растапливать? Растапливать. Помогите. Мама. Сейчас все порвется. Аааа. Не надо, не надо. Липкое будет. Ну, сначала маслом смажем. Джей. Стараюсь достать все, чтобы не прилипло у тебя. Ну, и не осталось. Да. Так. Теперь раскатываем. Это мое первое тесто, поэтому... Первое? Если я что-то делаю не так, пишите в комментариях. Да, я никогда такого не делаю. Знаю. Но тесто не первое-то. Ну, я имею ввиду такое. Дрожжевое. На дрожжах, дрожжевое. Ааа. Ну, это и есть дрожжевое тесто. Я такого не делала. Тем более булочки с корицей. Если бы не ты, я их и делаю бы не стал. Оооо. Если бы не я, ты бы не стала делать булочки с корицей. Да. Я немножко скалку намажу маслом. Я просто боюсь, что будет прилипать. Можешь достать маленькую кастрюльку, поставить ее на плиту. Так, кастрюльки, кастрюльки. Я поставлю вот здесь. Отрезать маслице, буквально на столовую ложку маслицы. И растопить его. Так? Или больше? Ну, так чуть-чуть. Ставь, смазывай тесто. Смазывай тесто. Тесто? Не вот так, аккуратно. Не надо на нем так делать. Дай покажу. Хорошо, мама. Это будет яич, кстати. Посыпай сахар, чтобы осталось от краев буквально вот столько. Ото всех краев по, ну, сантиметра два так. Так? Да. Вот смотри. Давай я тебе обозначу края, а ты остальное обозначу. Хорошо. Теперь. Ксюша. Что? Что ты так говоришь, как будто у нас конец света происходит? Я не говорила сейчас. Я сейчас не говорила про свет. Вот это. Мы скат... Не надо. Мы скатываем тесто в такой рулет. Рулетик. Помогай бумагу вот так, чтобы она не видела. Так. Скатываем тесто в рулет. Рулет скатывайся. Она не скатается. Мама. 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 Очень страшно. Очень страшно. Дети бы вы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Я смочу руки подсолнечным оливковым маслом. Это же очень жидко и очень мокро. Я смешаю. А теперь нам каким-то образом надо подсунуть зубную нить под рулет... Под серединку. И вы так ее... Где? Вот. А как это сделать, мне не понятно. Как ее подсунуть? Она не пролезет. Может быть поднять? Это слишком глупо. хотя бы вот так не нажимай нажимать не надо какая-то фигня мама не говори так почему ты все время так говоришь давай поднимай высыпается мне кажется ножом надо разрезать там написано что ножом все повредится в общем разрезаем тесто на булочки на где-то на рулетики такие небольшие и даем им еще дойти час что это такое но я не понимаю почему у нас ничего не разрезается и сейчас может надо скрутить получше ничего не скрутилось какие-то странные булки конечно надеюсь они будут сладко ну конечно это же сахар и корица корица ведь тоже сладко перекисывай пальчики я стараюсь не нажимать сильно чтобы не пережать тесто вот так как мы оставляем вот это так это сяк мама меня да все липнет но господи ну что я просто не понимаю почему все у нас ничего не получилось какой-то идиотизм товарищи товарищи они адмиралы что это такое если мы знали что это такое но мы все равно не знаем что это мне кажется огроменная какая-то булка да не какая-то странная ну у нее тут все вылезает а у меня вылезает вытащи еще раз зубную нить может попробуем разрез ой мама мы так свою зубную нить потратим а тебе она нужна? да 50 миллиметров 50 миллиметров это сколько метров? 1 5 5 5 5 метров? да? да я тебя бабу сейчас спрошу нет не надо не надо что это такое? давай еще не надо больше выдвигать я вот так стопа что я пытаюсь обрезать ой я обрезала все я обрезала не теряй ее из вида как я потеряю эту белую нить так ну вот друзья мы все скрутили на конец все не надо они должны теперь доходить все теперь наши булочки должны полежать час прежде чем мы отправим их в духовку они должны дойти и увеличиться в размерах ну так написано в рецепте не знаю получится ли у нас так вот и третий шаг это мы должны сделать глазурь всем привет у нас утро я достала наши булки из холодильника сейчас мы их смажем яйцом и ставим в духовку на 20 минут и ставим наши булочки в духовку на 20 минут так для глазури нам понадобится пудра высыпай только высыпай чтобы она не была прямо внизу 1 чайную ложку варнильного экстракта 1 столовую ложку сливок сливки такие густые и 50 грамм сливочного сыра все это перемешиваем и наносим сверху на кулочки когда они еще горячие 2 и все мы специально дождались утра чтобы с утра поставить есть ночью не ставить есть ночью потому что на ночь мы сладкое не будем вот такая у нас получилась глазурь и мы будем ее наносить на булочки пока она еще горячей удаскиваем пока наши булочки горячие смазываем их глазурью я пошел на полу ну они остынут и попробуем вот наши булочки готовы мы смазали глазурью я пошел на полу вот я не любил никогда покупные булки с толстым слоем глазури здесь прям тоненько все булочка вкусная правда получилось как-то очень долго процесс передавали надо разы ну такой мягкий, интересный получился ну только здесь мы говорим маловато небольшая такая рекомендация раскатать потоньше засыпать корицей и сделать больше чтобы получились спирали надо раскатывать тоньше потому что это скатывается ну да и ты потом належал правильно? ну да оно еще разбухает а как больше спирали сделать? надо раскатывать тогда мега тоненько прям мега учитель раскатывайте мега тоненько накручивайте чтобы получилось больше слоев оно получится только за счет того что тоньше раскатаешь а так это бесполезно насколько оно разбухает хорошо раскатывайте больше если оно разбухает то ничего не получится добрый вечер тогда пока не не не